Впрочем, ум и тут очень скоро восстановляет в себе и начинает чувствовать тишину, обычно в нем бывающую. Потому что они не имеют силы возмущать самую глубину ума, а возмущают только поверхность его. Но совсем избавиться от брани и не быть боримыми злыми демонами ум все еще не может. Это достояние совершенных, тех, которые всецело отрешаются от всего и непрестанно пребывают во внимании сердечным. Итак, кто проходит все это по чину, каждое в свое время, тот может после того, как очистить сердце его от страстей всецело весь, и вдаваться в фалмопение, и противоборствовать помыслам, и на небо воззреть с чувствованиями и очами, или созерцать его очами души умственной и молиться чисто, воистину, как подобает. Впрочем, возревать на небо чувственными очами надо, сколько можно, реже страха ради злых в воздухе находящихся демонов, которые потому и называются духами воздушными, многоразличные прелести, производящими на воздухе. И нам надлежит быть внимательными. Бог одного от нас требует того, чтобы сердце наше было ощущаемо посредством внимания. А затем будет по слову апостола, если корень свят, то явно святый ветви и плод. Если же кто не в таком порядке, как мы сказали, станет возводить очи свои и ум свой на небо, и воображать что-либо мысленное, то он увидит мечтание, что-нибудь ложное, а не истинное, по той причине, что сердце его не чисто. Так первый и второй образ внимания и молитвы, как мы не раз говорили, не приводит человека в преуспеяние. Почему, как желая построить дом, мы не кровлю прежде возлагаем, а после полагаем основание? Потому что так нельзя. Но прежде кладем основание, потом строим дом, и тогда уже возлагаем кровлю. Так надлежит нам поступать и в отношении к духовному. Прежде положим основание. То есть станем хранить сердце и изгоним из него страсти. Потом построим духовный дом, то есть прогоним мятеж. Воздвигаемый на нас злыми духами, посредством внешних чувств. И навыкнем пресекать эту брань как можно скорее. И тогда же возложим и кровлю, то есть совершенное отрешение от всего, чтоб всецело предаться Богу, и тем закончить духовный дом свой во Христе, в Боге, коему слава вовеки. Аминь. Страница 472. Пятый том Добротолюбие. Добротолюбие. В русском переводе. Дополненное. Том 2. Издание 2. Издевением русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Москва. Типа литографии Ефимова. Большая екиманка. Собственный дом. 1895. От Московского духовно-цензурного комитета печать дозволяется. Москва. 9 марта 1895 года. Цензор-священник Иоанн Петропавловский. Цензор-священник Иоанн Петропавловский. Цензор-священник Иоанн Петропавловский. Всего 760 страниц. В выборе статей для настоящего тома оставалось следовать порядку греческого добротолюбия. Так и сделано. Святой Иоанн Касьян Римлянин. Краткое сведение о нем. Святой Иоанн Касьян Римлянин родился в 350-360-х годах. Вероятно в Гальской области. Там где Марсель. От знатных и богатых родителей получил хорошее научное образование. С юных лет возлюбил он богоугодную жизнь. Игоря желанием достигнуть совершенства в ней. Отправился на восток. Где вступил в Веслиенский монастырь и принял монашество. Здесь, слыша о славной подвеческой жизни египетских отцов. Он пожелал видеть их и поучиться у них. Для этого, согласившись с другом своим Германом, отправился туда около 390-го года после двухлетнего пребывания в обители Вифлеемской. Семь целых лет провели они там. Наживали и в скитах, и в кельях, и в монастырях. И среди отшельников в уединении все замечали, изучали. И самым делом проходили. И ознакомились подробно с тамошней подвижнической жизнью во всех ее оттенках. В свой монастырь возвратились они в 397-м году. Но в том же году опять отправились в те же пустынные египетские страны. И пробыли там еще до 400-го года. Оставив Египет, в этот раз святой Касьян с другом своим отправился в Константинополь, где они были благосклонно приняты святым Златоустом, который святого Касьяна посвятил диакона, а друга его, как старшего священника в 400-м году. Когда святой Златоуст присужден был к заточению, лица ему преданные послали в 405-м году по этому делу в Рим к папе Иннокентию некоторых ходотаев, в числе которых был и святой Касьян с другом своим. Посольство это кончилось ничем. Святой Касьян после сего не возвращался уже на восток, но отправился на родину и там продолжал свою подвижническую жизнь по египетским образцам. Прославился и святостью жизни, и учительской мудростью, и был посвящен во священника. Стали собираться к нему ученики один за другим, и скоро составился из них целый монастырь. По примеру их, недалеко устроился и женский монастырь. В том и другом монастыре устав был введен тот, по которому монахи жили и спасались в восточных, и особенно в египетских монастырях. Благоустройство этих монастырей в новом духе и по новым правилам явные успехи подвязавшихся там обратили на себя внимание многих иерархов и настоятелей монастырей Игальской области. Желая завести у себя такие порядки, они просили святого Касьяна написать им иноческие уставы восточные с изображением и самого духа подвижничества. Он исполнил с охотой это прошение, описав все в двенадцати книгах, постановлении и в двадцати четырех собеседованиях. Почил святой Касьян в четыреста тридцать пятом году. Память его совершается двадцать девятого февраля. Из всех аскетических писаний святого Касьяна в прежнее добротолюбие взяты восемь книг, пятая и двенадцатая, о борьбе с восемью главными страстями и одно собеседование о рассуждении, то и другое в сокращенном извлечении. Этому подражаем и мы. Главным заимствованием будут восемь книг о борьбе со страстями в наиболее полном переводе с предсокуплением в некоторых местах статей и с собеседованием, где это подходит. Но кроме того, сочтенно нужным, впереди их поместить несколько извлечений с собеседований, в коих показывается значение борьбы со страстями в духовной жизни. или место ее в течение подвижничества. Выясняется необходимость этой борьбы и представляется общее очертание страстей и борьбы с ними. А после них приложить еще извлечения, в коих описываются другие две брани именно с помыслами и скорбями от бед и напастей, как приложение к предыдущему изображению борьбы с восемью помыслами. В конце же всего прилагается в виде прибавления нужное наставление о нескольких предметах, которые хотя говорят о духовной жизни вообще, но близко касаются и духовной брани, таковы о благодати и произволении, как деятельных в производстве духовной жизни, о молитве, в кое они сходятся, о степенях совершенства духовной жизни. Святого Иоанна Касьяна Обозрение духовной брани 1. Цель и конец подвижничества Все науки и искусство имеют свою цель и свой конец, смотря на которые рачительный любитель искусства охотно переносит все труды и издержки. Так земледелец, терпя то зной, то холод, неутомимо распахивает и разрыхляет землю, имея целью, очистив ее от всякого стороннего ссора, сделать плодороднейшую. Убежден будучи, что иначе не достигнет конца, то есть получения обильной жертвы для содержания себя и умножения своего достояния. Так и подвижничество наше имеет свою цель и свой конец, ради которого неутомимо и с удовольствием подъемлем мы все труды, ради которого не тяготит нас скудость питания постнического, веселит изнеможение от бдений всегдашнее чтение писаний с размышлением, не знает сытости и не страшат ни непрестанный труд, ни обнажение от всего и скудость во всем, ни даже ужасы этой безмерной пустыни. Конец нашей подвижнической жизни есть царство Божие, а цель – чистота сердца, без которой невозможно достигнуть того конца. К этой цели приковав взор наш, и должны мы направлять наивернейшее течение наше, как по прямой линии, если хотя несколько помышлений наше уклонится от ней, тотчас возвращаясь к созерцанию ее, исправлять ее, как по норме какой. Так учит святой Павел, когда приявшим благое Иго Христова говорит, «Имейте плод вашего святыни, кончину же жизнь вечную». Этим он сказал, как бы цель ваша в чистоте сердца, а конец – жизнь вечная. Риминам 6.22 Итак, что может нас направить к этой цели? Так как в чистоте сердца тому мы следовать должны всей силою. А что отвлекает от ней, того избегать как гибельного и вредного? Ибо для ней все подъемлем мы и делаем. Для ней оставляются родители, отечество, чины, богатство, утехи, мира этого и все удовольствия, чтобы, то есть, сохранно удерживать постоянную чистоту сердца. Если поэтому будем мы всегда иметь во внимании эту цель, то все действия нашей помышления будут направляться прямо к достижению ее. Если же она не будет неотходно стоять перед очами нашими, то все труды наши и силы, не будучи направлены на это одно, напрасно будут изждеваемы. Итак, для этой чистоты должно нам все делать и всего желать, для ней в пустыне следовать, для ней держать посты, бдения, труды, нищету телесную, чтение и прочие добродетели, чтобы, то есть, соделать сердце свое неболезнующим, никакими пагубными страстями и сохранить его таковым. Посты, бдения, отшельничество, поучение в Писании для этой главной цели, то есть чистоты сердца, подавая нам поднимать. Из-за них не должно позволять себе возмущать эту главную добродетель. Ибо когда прибудет у нас сохранный и невредимый это главный добродетель, то никакой не будет беды. Если какой-нибудь из сказанных подвигов придется в каком-либо случае по необходимости опустить, когда же мы все их выдержим, а ее одну нарушим, то никакой не будет от этого пользы, потому что все должно быть делаемо для нее. Они, подвиги, не суть совершенства, а суть средства к совершенству. Почему напрасно будет трудиться, кто, удовольствовавшись ими одними, будто верховным благом, на них остановит стремление своего сердца, а не будет простирать его до достижения конца, для которого они сами желательны. Второе. Смотря на эту цель, надлежит определить и то, каково должно быть наше отречение от мира. Есть три вида отречения от мира. Первое то, в котором телесно оставляем все богатства и стяжания мира. Второе то, в коем оставляем прежние нравы, пороки и страсти, как душевное, так и телесное. Третье то, в котором, отвлекая ум свой от всего настоящего и видимого, только будущее созерцаем и вожделеваем того, что невидимо. Эти три отречения все вместе совершить повелел Господь Аврааму, когда сказал ему, «Выйди из земли твоей, от рода твоего и от дома отца твоего, от земли твоей, то есть от богатства мирского и земных стяжаний, от рода твоего, то есть от прежнего образа жизни, прежних нравов и пороков, которые, прицепившись к нам с самого рождения, близко родственны нам, как бы единокровные, от дома отца твоего, то есть от всякого воспоминания о мире и о всем, что встречается в нем взором нашим». Это бывает, когда умерши со Христом от стихи мира. Смотрим по апостолу уже не на то, что видимо, но на то, что невидимо, ибо видимое временное, а невидимое вечное. Исшедшись сердцем из этого временного и видимого дома, свои очи и ум обращаем к тому дому, в коем имеем пребывать вечно, «Когда во плоти ходя, не по плоти воинствовать начнем в Господе», то блаженного апостола изречения делом и жизнью возглашая «Наше жительство на небесах». Немного будет для нас пользы, если со всей теплотой веры совершить первое отречение, не исполним с таким же рвением и жаром и второго, чтобы, успев таким образом стяжать и это, могли мы достигнуть и того третьего, в котором, исшедшие из дома прежнего Отца нашего по ветхому человеку всецело устремляем взор ума нашего к небесному. Поэтому, если желаем достигнуть истинного совершенства, то должны стремиться к тому, чтобы как телесно мы оставили родителей, родину, богатство и удовольствия мирские, так оставить все то и сердцем и никогда уже не возвращаться похотением к тому, что с презрением отвергли. Подобно израильтянам, изведенным из Египта, которые по вкушению небесной маны желали нечистых и скверных яств египетских, говоря, «Хорошо нам было в Египте, когда сидели мы над котлами» Исход 16.3, числа 11.5, «И всякий, кто по отречению от мира возвращается к прежним заботам и прежним увлекается пожеланиями, делом и мыслью говорить то же, что и те, хорошо мне было в Египте мира, телом только оставление мира и местом только переселения из этого Египта никакой не принесет нам пользы, если мы равным образом не сможем стяжать отречение сердцем, которое выше и полезнее. А том отречение, которое мы называли телесным», вот что провозгласил апостол, «Если раздам все имение мое, если придам тело мое на сожжение, а любви не имея, нет мне в том никакой пользы». То есть, если так отрекусь, что ничего не оставлю себе, и к всему все раздаяния при совокупающем ученичество и сожжение своей плоти, так что тело мое придам за Христа, и однако же буду нетерпелив, гневлив, завистлив или горд, буду воспоменять обидами других или взыскивать своего, буду помышлять о том, что худо или нетерпеливо и неохотно переносить все, что бы ни было мне причинено, то никакой не принесет мне пользы отречения и сожжения внешнего человека, когда внутренний притом обложен еще прежними страстями. И так со всем настоянием надо бы нам спешить к тому, чтобы и внутренний наш человек сбросил с себя и расточил все, собранное им в прежней жизни, богатство страстей, которые, прицепляясь к телу и душе, собственно, наши суть. Если пока еще мы в теле этом не будут отсечены и отброшены, то и по исходе не перестанут сопровождать нас. ибо как добродетели или самая любовь, которая есть источник и их будущие приобретены в этом веке и по кончине этой жизни делают любителя своего прекрасным и светлосиянным, так и пороки, покрыв как-либо душу отвратительными красками, запятнанную же ими препровождает ее воное непристающее пребывание. Красота или отвратительность души порождается качеством добродетелей или пороков, из которых извлекаемая как бы краска какая делает ее или столь светло-сиянной и прекрасной, что она достойно бывает слышать слова пророческие и вожилает царь красоты твоей или крайне черной смрадной и безобразной так что она сама исповедуя смрадность своей скверноты скажет воссмердеша изгнили раны мои от лица безумия моего. Поэтому они-то добродетели страсти суть собственно наше богатство которое неразлучно пребывает с душой и которого ни один царь нам дать и ни один враг отнять у нас не может. Они-то суть собственно наше богатство которого и самая смерть не сильно отторнуть от души. Расточать злое богатство страсти и значит умертвить их. Чего нельзя достигнуть без борьбы с ними? Почему отрехшимся от мира неизбежно предлежит борьба со страстями, за которую они и должны браться с первых же пор? у святого Кассиана об этой борьбе идут и общие рассуждения в собеседовании четвертом о борьбе плоти и духа и в пятом об восьми главных страстях. Предлагается и в частности подробное описание борьбы с каждой из восьми главных страстей в книгах постановлений, заимствуем из всего существеннейшее. Третье. Борьба плоти и духа. Есть брань в членах наших, как считаем у апостола. Плоть походствует на дух, дух же на плоть, и они друг другу противятся, так что мы делаем не то, что хотели бы. По промыслительному распоряжению Божию она внедрилась как бы в самую природу нашу, и можно ли почитать ее иным чем, как неестественную, как бы принадлежность человеческого естества после падения первого человека, если она всем без исключения общая. Разлежит, однако, верить, что она имеется в нас по воле Божией во благо нам, а не во зло, если она всем природна. Она оставлена в нас для возбуждения в нас ревнования о высшем совершенстве. Слово плоть в этом месте должно принять не в смысле человека, как существа, а в смысле воли плотской или худых пожеланий. Рано и под словом дух разуметь надо не какое-либо существо личное, а пожелания души добрые и святые. Такой смысл определил сам же апостол, говоря так, духом ходите, и похоти плотские не совершайте, ибо плоть походствует на дух. дух, так как те и другие пожелания находятся в одном и том же человеке, то и ведется внутрь нас непрерывная междоусобная брань, тогда как похоть плоти, главным образом стремящаяся к греховному, находит удовольствие в одном том, что относится к удовлетворению потребностей нашей жизни. Дух, напротив, весь желает прилипать к делам духовным, оставляя даже самые необходимые потребности плоти, и желает предаваться исключительно тем одним, не уделяя даже и малой заботы тленной плоти этой. Плоть услаждается изобилием и всякими удовольствиями. Духу неприятно попечение, даже о предметах естественных потребностей. Та желает насыщаться сном и наполняться пищей, этому так питательны бдения и посты, что он не хотел бы допускать сна и пищи, даже и сколько нужно для тела, для жизни. Та желает изобиловать всякими богатствами, этот недоволен даже тем, что имеет малое количество хлеба на каждодневное употребление. Та желает нежице и окруженной быть толпой ласкателей, этому отраднее жестокое житие и просторность неприступной пустыни и неприятное присутствие смертных. Та пленяется почестями и похвалами человеческими, этому радостны гонения и обиды. Десять. Когда воля наша водится самолюбием и земной мудростью, то загадывает держать некую достойную всякого осуждения средину между этими двумя стремлениями, располагаясь так воздерживать от плоских страстей, что при этом нисколько не терпеть прискорбности, неизбежных при исполнении требований духа, без казнения плоти желая достигнуть телесной чистоты, без трудобдения стяжать чистоту сердечную, с упокоением плоти обиловать духовными добродетелями, без ожесточенных злословий получить благодать терпения, являть смирение Христов без ущерба в чести мирской, следовать простоте благочестия с высокомерием века сего, служить Христу с людской славой и благоволением, говорить решительную правду, не встречая никакого даже малого оскорбления, вообще достигнуть благ будущих, не теряя настоящих. Такая воля не ведет к истинному совершенству, но, поставляя состояние противной теплоты, делает такими, каковы те, о коих с укором говорит Господь в апокалипсисе. Знаю дела твои, что ты ни холоден, ни горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, изблевать и тебя имам от уст моих. Но благодать пришедшего возбуждает энергию духа и восстановляет в нем высшее стремление, отрешающее от всего земного. Подвергаясь влиянию их, воля не может уже оставаться такой равнодушной и теплохладной, но восприемлет ревность о лучшем и ему приносит в жертву все низшее. Между тем, однако ж, теготение к прежнему покою равнодушия остается в ней, и она бывает очень готова опять не спасть в него. Чтобы этого не случилось, во плоти оставляется движение враждебное высшим стремлением, которым воля, вкусившая высших благ, благоволить не может, и лишь только ощутит их, тотчас оживляется всей ревностью и мужественно охраняет высшие свои блага. И бывает, что коль скоро воля не спадает в богопротивную теплохладность, восстает брань плоти и пробуждает ее к энергии. Из этого явно, что мы навсегда оставались в состоянии помянутой выше богопротивной теплоты, если бы из него не выводила нас восстающая в нас брань. Ибо при ней, когда раболепствуя самоугодию, захотим сделать себе некоторое послабление, тотчас восстает плоть, и, уязвляя нас жалами греховных движений и страстей, не дает стоять в отрадной чистоте желаемой, и увлекает к охлаждающему удовольствию неблаговолимому, увлекает как бы на путь заросший тернием. На это раздражает заснувшую ревность по Богу, она восстает и прогоняет подступивших врагов. Ежедневно действуя в нас брань, это приводит нас к благодетельной решимости, отвершив пространную и беспечную жизнь, стяжевать чистоту сердца с многим потом и сокрушением духа, хранить чистоту тела строгим постом, голодом, жаждаю и неиспанием, восходить в доброе настроение духа через чтение, размышления и непрестанные молитвы. Подобное нечто таинственное изображено в распоряжении Божьим касательно враждебных Израилю народов, как считаем в книге Судей, эти народы оставил Господь, да искусит имя Израиля, чтобы научить их брани, Судей 3.1. Такую брань устроил Господь не потому, чтобы не хотел покоя Израиля или не имел попечения о его благе, но потому, что видел, как много она полезна для него. Подвергаясь почти непрестанному нападению тех народов, он не мог не чувствовать постоянно нужды в помощи Божией, и потому должен был пребывать во всегдашнем упоевательном обращении к нему и в молитве, не имея возможности оставить дело брани, не имел он времени предать беспечности или расслабить от лености и праздности, ибо часто безопасность и счастье низвергает того, кого не могли победить несчастье. И отчего иного у скобцов по плоти мы находим душу усыпленную, как не от того, что по заблуждению освободишь себя от этой плотской потребности, думают, что не имеют нужды ни в труде телесного воздержания, ни в сокрушении сердца. Расслабленные такой обеспеченностью не заботятся они о стяжании истинного совершенства или об очищении сердца от душевных страстей. Такое состояние, возвышаясь над состоянием плотским, остается только душевным, которое словом самого Господа названо достойным отвержения, за то, что от холодного перешедших к теплому остановились на сей противной теплоте. Итак, в самом начале отречения, переставая быть плотскими, то есть начиная деляться от обычаев мирских и воздерживаться от явной плотской нечистоты, мы должны поспешать и всей силой стараться тотчас усвоить себе и состояние духовное, чтобы иначе по одному тому, что отреклись от мира по внешнему человеку или прекратили осквернение себя плотским любодейством, мечтая о себе как о достигших уже совершенствах, не сделаться нам потом нерадивыми и беспечными в истреблении причин страстей и таким образом, остановясь посредине между плоти и духом, не остаться недостигшими степени совершенства духовного, полагая, что для этого совершенства достаточно по одному внешнему состоянию отделиться от жизни и удовольствия мира и быть только непричастными разврату и смешению плотскому. ибо если останемся в этом состоянии теплоты равнодушия, которое считается самым худшим, то будем изблеваны из уст Господа, как он говорит, так как ты тепл, изблевать и тебя имея из уст моих. Справедливый Господь объявил о тех, которые, бы восприняты им во утробу любви, потом охладели, что они будут изблеваны с некоторым омерзением, ибо легче обращается ко спасению и восходит наверх духовного совершенства человек плотской, то есть мирской или язычник, нежели тот, кто восприяв Игорь Христов не вступил на путь к совершенству и попустил охладеть первому огню ревности духовной. Ибо когда тот, будучи смиряем чувственными страстями и сознавая себя нечистым по причине плотского осквернения, придет в сокрушение и прибегнет к источнику всякой чистоты и совершенства, то, гнушаясь тем холодным состоянием неверия и беспечности, в котором находился, горя же духом, удобнее взойдет к совершенству. Напротив, кто с холодностью принимается за дело Божие и без смирения должного усердия вступает на путь этого звания, тот, однажды, будучи поражен этой бедственной заразой, не может уже ни сам собой умудриться на лучшее, ни принимать вразумление от других, ибо он, по слову Господа, говорит сердце своем, богат, ни в чем не имея нужды, тогда как к нему приличнее приложить то, что следует дали, и не знаешь, что ты несчастен, окаянин, и беден, и нищ, и слеп, и наг. Таким образом, он становится хуже мирского человека тем, что теряет сознание, как он беден, слеп, и наг, как во многом требует исправления, сколь великую имеет нужду в наставлениях и в разумлении со стороны других, почему не принимает никакого спасительного слова, не разумея, что в будущем веке будет подлежать неизбежно строжайшему суду и наказанию. Четвертое. Общее очертание страстей и борьбы с ними. Главных страстей восемь. Чревоугодие, блуд, серебролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Страсти бывают двух родов. Естественные, вырождающиеся из естественных потребностей, как, например, чревоугодие и блуд, и неестественные, не коренящиеся в естестве, как, например, серебролюбие. Действия же их проявляется четверояко. Некоторые действуют только в теле через тело, как чревоугодие и блуд, а некоторые проявляются и без содействия тела, как тщеславие и гордость. Далее, иные возбуждаются во сне, как серебролюбие и гнев, а иные исходят из внутренних причин, как уныние и печаль. Играет музыка. Играет музыка.